всем привет сегодняшнем видео об итогах сентября я покажу что я связала за этот месяц именно готовые работы похвастаться большим количеством готовых работ не могу должно было быть больше 2 2 тоже не маленькие работы практически на стадии завершения но я их не успела закончить в сентябре но поскольку я не нет у меня такой цели навязать много я хочу просто вязать то думаю ничего страшного но зато было в этом месяце много подарков покупок интересных сначала я покажу что я связала а затем уже похвастаюсь своими подарками и покупками начну с кардигана на которые есть подробный мастер-класс у меня на канале это вот такой кардиган стильно вязаной планкой я вставлю фотографии так как естественно здесь я весь его показать не могу и оставлю ссылку на мастер-класс под этим видео то вязала из пряжи суперлана ализе миги полу это пряжа с пайетками так 67 процентов акрил 23 процента шерсть 5 процентов полиамид и 5 процентов пайетки очень приятная пряжа и вязать мне понравилось и само полотно тоже мне очень понравилось но я любитель суперлан и поэтому ничего удивительного и так этот кардиган я вязала начиная от планки там кто не видел мастер-классе я подробно все показывала как планку вязать как потом набирать петли как провязывать росток и в общем все подробно но сейчас я общая общий обзор этого кардигана сделаю значит начинается вязание вот отсюда вяжется планочка в одну сторону затем во вторую сторону до этого момента затем набираются петли на планку а петли для полочек уже набираются в процессе вязания реглана здесь бесшовное изделие полностью связано регланом сверху без швов полностью все связано лицевой гладью но узор планки я повторила на рукавах и по низу изделия он весь на пуговицах трудно конечно здесь показать до конца я сделала но застегивать можно кому как нравится я люблю такие узоры выбирать для планки где не нужно вывязывать отверстия для пуговиц как я вязала например свой жаркет океан там также коса можно использовать переплетение в косе как отверстия для пуговиц и здесь то же самое здесь сам узор он уже предполагает возможность использования отверстий в этом узоре для пуговиц поэтому застегнуть можно на любую в любом месте кому как нравится это очень удобно вяжется он очень просто легко я все видела это показала так и не сказала как обычно номер цвета это 21 цвет очень приятный такой серый практически правильно показывает но посмотрим значит связан он у меня на размеры в общем ширина его получается 58 сантиметров в сложенном виде поэтому именно такие размеры подойдут на размеры 50 54 длина 90 сантиметров по регланной линии регланная линия вот здесь по передней части 26 сантиметров и по спинке 29 сантиметров рукав я сделала три четверти так как я длинные рукава не люблю но здесь естественно можно связать рукав любой длины кто как любит я все равно даже если я вижу длинный рукав я все равно поднимаю а когда вот здесь все топорщится потом мне не очень нравится поэтому я изначально чаще всего когда вижу для себя я вижу рукав три четверти он не слишком узкий но и не болтается не слишком широкий к низу здесь получается как немножко зауженный за счет узора но я никаких убавок здесь не делала просто переходя на узор она сама так складывается красиво блестят пайетки мне спрашивали в комментариях сильно ли блестят блестят сильно на камеру это не думаю хотя тоже видно если особенно солнечный день то переливается все разными цветами их как мультикалор называют они ни одного цвета как радуга блестят красивый очень сам кардиган получается мягкий когда вяжешь не такой мягкий после стирки становится очень мягкий я постирала его на режиме обычная стирка быстрая стирка 15 минут у меня и не стала даже стирать на режиме шерсть потому что я знаю эту пряжу именно вот супер лану я всегда ее стираю на обычном режиме и отжим ставлю 800 оборотов я уже но я все равно попробовала конечно предварительно постирать образец сначала убедилась что с ним ничего не произошло и весь кардиган постирала также потому что одно изделие из такой пряжи я решила постирать более аккуратно и поставила отжим 400 оборотов и мне не понравилось она сильно мокрая выходит а так он полусухой получается его не нужно потом сушить в горизонтальном положении это неудобно изделия большое 90 сантиметров длина поэтому я решила сделать так как я обычно стираю изделия из подобной пряжи обычный режим 800 оборотов и сушила на перекладине ванной как я это часто делаю конечно на веревку тонкую лучше не вешать иначе будет залом она толстую трубу это очень даже хорошо никаких заломов не остается и быстро высыхает здесь шерсти немного 25 ждать 23 процента шерсти поэтому он высыхает быстро и несмотря на небольшое содержание шерсти он не колется также был вопрос не мешают ли пайетки абсолютно не мешает у меня тоже был было такое опасение когда я вязала все равно где-то как-то их ощущаешь руками иногда именно когда петли перебираешь в руках вяжешь то их ощущаешь но на теле они не ощущаются совсем несмотря на то что их очень много получается и на изнаночной стороне и тут вот где шея все-таки это же все касается прикасается к телу но они оказалось что они совсем никак не ощущают это очень здорово что сам вид изделия с пайетками конечно мне очень нравится на кардиган ушло у меня 730 граммов но нет ощущения что это тяжелое изделие все равно он мягкий легкий за счет длины конечно если короче то меньше уйдет спрашивали тоже хватит ли 7 мотков на пятьдесят шестой размер если вы свяжете его чуть-чуть покороче то хватит все таки 730 граммов у меня ушло можно если длинный рукав будете вязать то не хватит если само изделие покороче сделаете то хватит также очень часто спрашивают в комментариях сколько набрать петель на определенный размер я никогда но уже много раз говорила что я не смогу вам сказать сколько вам набирать петель нужно вязать образец и уже я показывала подробно и вот жакете океан как рассчитываю реглан и все просто подставляйте свои цифры и рассчитывайте а как увеличить если у вас плотность вязания совпадает с моей но вы хотите связать размер больше то здесь начинать может допустим если здесь 50 по 54 размер сама ширина изделия подходит то для увеличения размера допустим 56 даже 58 начинать можно точно также столько же петель но вязать более длинный реглан у меня 26 сантиметров вы свяжите 28 допустим но это нужно просто вы вяжете начинаете все так же вяжите 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 и заканчиваете вязать реглан тогда когда изделия достигает той ширины которая вам нужно уже я сама так всегда вяжу я заранее не рассчитываю сколько я рядов буду вязать реглан я рассчитываю только начало начинаю вязать так как классический реглан для моей фигуры всегда подходит то есть прибавки в каждом лицевом ряду и я вижу периодически примеряя на себя и кроме того я измеряю в основном я измеряю спинку всегда полочки как-то я не трогаю по спинке ширину переношу на более длинные спицы измерила и конечно где-то вот на таком уже расстоянии я могу точно примерно вернее понять сколько мне рядов еще вязать так как измерив спинку допустим мне нужно чтобы было 58 сантиметров там 55 сантиметров а у меня допустим 49 я знаю сколько мне еще сантиметров добавить и учитывая что по спинке в каждом лицевом ряду прибавляется 2 петли то здесь несложно рассчитать сколько рядов провязать до конца реглана чтобы естественно каждый раз не переснимать на дополнительные спицы изделие большое и как правило максимум мы вяжем на спицах 100 сантиметров с леской 100 сантиметров и этого это не очень удобно измерить точно потому что чтобы точно измерить нужно изделие разложить хорошо в общем более подробно об этом изделии вы сможете посмотреть мастер-классе ссылку под видео я оставлю здесь такие пуговицы очень мне понравилось я купила так хорошо они подошли сюда по цвету он тоже вроде как серый но немножко есть какой-то при определенном свете немножко голубоватый оттенок здесь вот тоже даже как-то то голубой то слегка сиреневый нет конечно он серый этот цвет но есть какие-то от цветы и вот эти пуговицы они прям очень очень хорошо сюда подошли я еще здесь делала пуговицы так для красоты просто приложила мне понравилось решила так пришить в общем вот такой кардиган если вам понравилось смотрите мастер-класс если свяжете обязательно присылайте фотографии я знаю что уже некоторые начали вязать уже мне промежуточные фото присылали показывали как получается все все вроде пока у всех получается я очень рада дальше я связала самую обычную шапку 4 клинку здесь особо рассказывать нечего вот такая обычная шапка на голове сидит очень хорошо это я связала шапку для мужа он любит самые простые такие шапки и вязала я ее из ализе так как она называется mirina royal неудачную этикетку взяла но и я думаю все это пряжу знают 50 граммов 10 метров это стопроцентная шерсть много было споров я видела в интернете мериносовая не мериносовая составе указано шерсть не знаю но при стирке она немного так расползается похоже как меринос обычно расползается потом приобретает обратно свои размеры в общем самая-самая такая обычная шапочка эту пряжу я показывала я получала из интернет-магазина пряжа су и также на интернет-магазин пряжа су будет ссылка под этим видео и также там вся информация по промокоду на любой ваш заказ 5 процентов скидка если вы ведете промокод который там указан и есть там некоторые ограничения в общем вся вся информация она будет под видео вот эту пряжу я кстати не сказала мне подарила танюша пастухова в очередной раз большое танюша спасибо а эту как искала получила из пряжи су в общем самая-самая обычная шапочка особо про нее рассказывать нечего я конечно бы хотела с узорами что-то придумать интересное но мужчина у нас капризные и они любят вот такие простые вещи и последняя огромная работа это следочки просто вот вечером сидела сидела и захотелось не связать связать следочки вот такие смешные следки я связала почему смешные потому что вяжутся они из простого квадрата вяжется квадрат вот такие вот получаются тапочки связала квадрат затем с одной стороны здесь сшила здесь по стопе нет шва и вторую часть друг на друга вот так сложила и закрепила двумя пуговицами изначально я хотела просто в интернете увидела фото и так сделала изначально и здесь получалось отверстие она тоже вроде как неплохо смотрится но как то вот мне что-то мешало это отверстие трудно так разложить как они на ноге они очень хорошо сидят вот и я решила просто зашить его собрала крайние петли с краю и просто их стянуло так же как я стягиваю когда пятку закругляем я здесь сшиваю сшиваю затем остается несколько петель ты не помню сколько здесь по моему 8 по моему 8 оставалось по четыре с каждой стороны или 10 неважно здесь нужно просто самому смотреть и вот так их затягиваю и получается круглая пятка и она комфортно сидит следочек комфортно сидит на ноге и также я сделала здесь вот и все вот квадрат два квадрата два следочка вязала я их из двух соединила две пряжи это дроп снорт эту пряжу я получала из интернет магазина мир вышивки также будет ссылка на интернет магазин и там же есть промокод на десятипроцентную скидку в этом магазине на ваш первый заказ также вся информация в инфобоксе вторая пряжа это ализе кид мохер это мне тоже танюша пастухова дарила спасибо большое танюша я один моточек выделила из той упаковки которая нам не подарила и использовала уже в прошлом месяце показывала нас носки мужу вязала туда добавляла и теперь вот еще сюда добавила решила один моточек выделить на носки одного мотка хватает здесь конечно огромный метраж 50 граммах 500 метров и 1 1 этого моточка мне я думаю я не знаю намного много чего хватит а из остальных моточков я вот все думаю хочу какую какое-то плечевое изделие связать и добавить эту ниточку ну пока пробую вяжу образцы как-то не стрельнула еще как стрельнет то буду пробовать есть у меня уже некоторые варианты которым я склоняюсь но из них нужно что-то выбрать значит drop snort я думаю все знают пряжу здесь 50 граммов 170 метров 45 процентов альпака 30 процентов полями 25 процентов шерсти это конечно не носочная шерсть но я заказывала 2 моточка всего на пробу посмотреть что это за пряжа пряжа конечно мне очень понравилось и появилась у меня желание связать какое-то большое изделие из этой пряжи потому что но она мне кажется просто чудесно я не знала поэтому я взяла 2 моточка чтобы вообще посмотреть что это за пряжа но к ней конечно можно присмотреться я думаю что какое-то плечевое изделие из нее получится просто чудесно несмотря на то что здесь и шерсти альпака она не колючая мягкая приятная очень ровная хорошая скрутка и вяжется очень приятно ну и с кидмохера мне тоже понравилось сочетание они получатся такие мягкие пушистые плотненькие я и кстати постирала машинки но ничего не скаталась размер не изменился вот такие вот непонятные следочки все вот это все что у меня из завершенных процессов в сентябре я уже не буду показывать и процессы которые должны были быть закончены но не закончились я уже покажу их в итогах октября но и в течение октября я думаю вы их увидите а сейчас я покажу вам что же мне в этом месяце подарили и что я купила все конечно для вязания сейчас все покажу сначала я хочу показать такую чудесную посылку которую я получила от блогера я уже в одном из видео говорила что жду посылку с дунда гай и вот она ко мне пришла из латвии эту посылку мне прислала елена берсине я также оставлю ссылочку на ее канал под этим видео у елены на канале проходят викторины аукционы очень интересная сначала не смотрела более внимательно а потом решила поизучать в чем там смысл оказалось действительно очень интересно кто любит поиграть вот заходите и играйте с пользой потому что отвечая на вопросы викторины вы можете выиграть пряжу и я там видела что и крючки clover она разыгрывала и что-то еще в общем вы сами пройдите посмотрите я думаю что это очень интересно сама задумка интересная действительно интересно поиграть так значит что мне пришло от елены елена большое спасибо впервые я держу в руках пряжу дунда га я еще не раз не раскручивал эти моточки чтобы вот вам показать мне очень нравится смотрела у других блогеров часто этих красивущие моточки и тоже конечно хотелось попробовать обязательно буду пробовать что-то пока я еще не знаю я пока буду присматриваться к этой пряжи открыла в интернете в поисковике набрала что связать из дунда ги и вы знаете оказалось что там вяжут столько много красоты я даже я как-то думала что в основном вяжут шали что-то палантины там но там столько и в том числе и плечевых изделий я знаю что она колючая но я думаю что какие-то например там курточку какую-то связать что-то такое что не соприкасается особо с телом можно кроме того я поизучала информацию и рекомендуют эту пряжу прежде чем начать вязать ее постирать и тогда говорят что намного приятнее из нее вязать и что колкость уходит и мусор вот который есть в ней вычищается поэтому я буду перед тем как я начну вязать я буду стирать эту пряжу первую очередь и потом уже буду пробовать значит вот три такие чудесные пасмы просто радость до глаз смотреть это дундага а это елена намотала для меня клипан сауле разные цвета вот такие голубой знает вот этот больше как бери бирюзовый это светло бирюзовый вот такой вот коричневый этот голубой такой как свой васильковый и этот темная бирюза я думаю ли он до больше бирюзовый смотрится на я на камеру он потемнее немножко светлее вот такие моточки тоже я есть у меня на них уже задумка что я буду делать из них вязать не вы конечно это все увидите дундага я так понимаю есть двух видов 6 по моему один и 6 2 особо конечно у меня никакого опыта работы с дундага и склипан сауле нет поэтому для меня это все будет новшество и пока я изучаю эту информацию и что-то я у елены не спросила но я так понимаю что она отличается тем что в одну нить или две нити скручена по моему вот это в одну нить же да по моему ее должно быть видно что в две нити это наверное более тонко и кстати елена напишите пожалуйста мне сколько метров в одной пасме чтобы я понимала на что мне хватит что из этого вязать предварительно вот сейчас пока насмотревшись в интернете на разные модели я склоняюсь курточки вот почему-то мне хочется именно я там видела такие чудесные куртки буду думать елена большое большое спасибо проходите по ссылочке на канал елены играйте викторины и выигрывайте тоже что вам понравится там все условия игры и все там она под видео хорошо расписывает все там все можно понять и во всем разобраться все там просто вообще спасибо елена еще раз и теперь я покажу вам покупки которые я сделала самая большая покупка это вот это набор оди клик так он называется я забыла как он называется лонг типс чем он отличается от того набора который у меня есть один свой набор вот такой я уже показывала этот набор укороченные спицы этот полная длина но есть тоже некоторые отличия сейчас коротко расскажу здесь укороченные спицы вот видно но этот я уже неоднократно показывала и вижу ими уже очень очень давно и когда я выбирала этот набор тот то я в тот момент думала какие же выбрать и между этими двумя наборами думала думала и остановилась на тогда укороченные на укороченных хотя этот мне очень давно тоже хотелось значит это я купила здесь у нас казахстане заказала набор но как сказать купила в общем-то этот эти покупки их тоже можно назвать подарком потому что хочу поблагодарить одну прекрасную женщину которая захотела остаться не озвученной попросила не говори не называть ее имя но и естественно в личных сообщениях я ее поблагодарила дело в том что в этом месяце у меня был день рождения даже юбилей и она написала мне поздравление и отправила перевод поздравив с днем рождения это было для меня конечно можно сказать такой приятный шок так как во первых это вообще первые деньги которые я получила от своих подписчиков и во вторых сама сумма также меня в общем огромное огромное спасибо я естественно все деньги потрачу на свое любимое хобби вязание и сразу у меня в голове первое что возникло я куплю себе тот набор о котором который давно хочу но вот все жалею денег значит этот также набор оди клик но вот я сказала в чем отличие но не только отличие в этом так здесь номера спиц такие же от трех с половиной до восьми также есть сердечко соединительный элемент но как я сказала здесь длина полная и здесь есть также разница в лесках такой тоже в том наборе есть кстати тоже пользуюсь очень удобно если руки кремом намазаны то обязательно пользуюсь так здесь лески 60 80 и 100 но не сами лески естественно а получается этот размер вместе со спицами 60 80 и 100 а в этом наборе здесь 40 50 60 80 и 100 здесь больше но здесь сами лески они другие сейчас одну возьму эти лески более мягкие а эти они похожи на те лески которые идут со спицами неразъемными чуть-чуть она пожестче и на ней написан номер вернее размер вот 100 сантиметров написано а на этих они более мягкие и на них размер не написан но еще оказалось есть у них такой интересный момент у этих лесок это я вообще случайно когда рассматривала здесь кстати идут ой такие буклеты и я рассматривая эти рекламки все так где этот увидела вот увидела леску где идет отверстие в которое можно вставить нить и начала про это смотреть вот здесь нарисовано как это все сделать и когда вот здесь открыла и рассматривала что здесь положили в каждом наборе находится и увидела вот мой набор этот что в нем лески вот эти одисос сейл по моему да а так я даже сразу и не увидела просто вот рассматриваю буклеты и оказалось да действительно здесь есть отверстие так конечно мне это трудно будет показать она настолько маленькая не нужно близко смотреть тогда я вижу хорошо а на камеру далековато от меня руки так давайте вот так попробуем увидите вы не увидите вот оно это отверстие но здесь сейчас просто не пойду за иглой здесь очень удобно если иглой поддеть вот у меня ноготь ушел если поддеть иглой здесь очень хорошо проходит иголка и можно вставить нить я не буду тратить время вот здесь хорошо видно вставляется нить и здесь можно пользоваться дополнительной нитью при вязании спицами с такими лесками и что мне также пришло в голову что размер лесок он здесь также не не такой же получается например 100 сантиметров это вместе со спицами с длинными да а здесь 100 сантиметров с короткими и получается что если я возьму отсюда с этого набора со второго леску которая вместе с короткими спицами 100 сантиметров будет то получается что если я к этой леске присоединю длинные спицы то у меня уже получится не 100 а больше так длина кстати я не измеряла по моему длина у этих спиц должна быть 13 сантиметров так вот есть у меня лет рядом линейка и сейчас я их измерю да так не 13 около 13 получается 12 и 8 эти насколько я помню короткий 9 должны быть сейчас уже проверю короткий по моему 9 тоже не 9 8 и 6 я надеюсь что меня не подводит линейка так как я эти линейка часто измеряю образцы восемь с половиной восемь с половиной вот и получается вот такая разница и присоединив эти спицы к лескам от второго набора получится в общем много вариантов разных так не убрала спицу ладно много вариантов разных разной длины спиц получается конечно очень довольна я получила прям такое настроение сразу поднимается очень мне нравится спицы одея вообще сейчас практически только на оде вижу есть у меня один сейчас процесс который я вижу на нет про но в основном очень сильно я полюбила оде здесь кстати еще разница что здесь тканевая внутренняя сторона на том наборе как бархатная такая поверхность и этот набор и этот они кожаные хотя я раньше думала что вот этот набор он весь тканевый даже когда получила удивилась до этого внимательно не рассматривала эти наборы и почему-то думала что кожаный только коричневый оказалось что они все вообще кожаным вот здесь я смотрела все внимательно рассмотрела оказалось что верхняя часть у всех наборов кожаные ну в общем-то из всех этих остальных больше особо мне ничего не хотелось бы кроме крючков которые можно из по но не бамбуковые только так здесь по моему где-то здесь вот вот эти их можно как тунисские крючки использовать так как ко всем этим набором подходят все лески из с классического набора из этих эти лески с подходят к этому набору и так далее в общем все и те которые идут желтые лески и те которые красные они все подходят ко всем наборам в общем они так и пишут для всех спиц системы оде клик так что вот такая красота у меня теперь еще появилась пока еще я ничего не начала с этих на этих спицах вязать но уже знаю что начну и так же пока я рассказываю про спицы покажу еще два номера я заказала спиц один овал я показывала уже предыдущей посылки из мира вышивки что я получала также такие спицы номер два с половиной и 3 и сейчас я заказала еще номер три с половиной и 4 но там были только на сто сантиметров какие были такие и заказала эти спицы мне понравились сейчас у меня два процесса на тех спицах и два с половиной и три заняты у меня так еще не открывала и посмотрим понравилось мне вязать этими спицами я не скажу что прямо что-то такое очень очень сильно отличающиеся оде есть оде они очень удобные надежные хорошо продуманные в общем довольная уже не буду эти открывать это четверочка довольная этими спицами сколько у меня спиц оде есть и классические носки я вижу всегда на классических спицах два с половиной на сто сантиметров тоже леска способом аджи клуб и сколько уже на них насколько связано ничего не ломается не протирается но у меня в принципе не одни спицы еще и никогда жизни не ломались не только оде единственное что у нет про у меня были у них стирается вот это верхнее покрытие и появляются желтое такое как рыжая внутри с оде такого у меня ничего не происходит у меня есть очень старые уже спицы на которых много что связано но они не стираются здесь вообще нравится мне само покрытие у них гладенькая так что спиц много не бывает дальше сейчас я по пряжи значит что я два вида пряжи я заказала это alize diva плюс тоже ни разу еще и с такой пряжи не вязала вот увидела у них и решила тоже заказать и залеза дива я уже много что вязала из простой дивы и меня на канале есть многое платье и что-то еще там и пончо общем из простой дивы а из его плюс еще ни разу не вязала и вот хочу попробовать так как мне нравится сама дива и дива стрейч и все эти виды пряжи так здесь у нас color 298 100 грамм здесь 220 метров по ощущениям она похожа конечно на диву такая же так что здесь сто процентов микрофибра все также здесь рекомендуют у нас спицы 4545 буду пробовать крючком я конечно такую толстую не буду вязать пряжу специально для этого и взяла чтобы повязать спицами из такой пряжи и выбрала вот такой интересный цвет даже не знаю как его назвать золотой в общем как цвет пшеницы интересный цвет красивый 5 моточка взяла что-нибудь обязательно свяжу и еще заказала два матка ализе миги простая хочу связать рукава для меховой как ее сказать жилетка меховая я знаю моя сестра ольга вязала одной своей сотрудницы в общем ее сотрудница попросила связать на такую меховую жилетку рукава и она вязала именно из этой пряжи и я увидела на фото так и я не видела и мне очень понравилось но и сестра сказала что хорошо смотрится я решила тоже попробовать она сколько ольга сказала что двух моточков хватает даже еще останется поэтому вот заказала два черных моточка 100 граммах здесь 170 метров так здесь 75 процентов акрил 25 процентов шерсть так здесь спицы 57 по моему ольга сказала что она вязала на спицами 5 миллиметров но тоже я попробую и думаю что обычной резинкой свяжу два рукава повторю пройму там как она идет по жилетке сделаю окат и аккуратненько попробую вшить эти рукава не понравится не понравится понравится буду так носить можно конечно такие жилетки что-то просто вниз я пробовала есть у меня черная кофта и на нее надевала эту жилетку но это все равно не то все таки когда именно пришиты к ней рукава во первых можно хоть что вниз надеть ну в общем попробую вот такая идея у меня родилась потому что висит эта жилеткой как ты не ношу я ее попробую может быть с рукавами буду носить дальше еще вот такие мелочи заказала как я их люблю это обычные маркеры вот такие разноцветные они наборчиком идут по моему 20 там было написано 20 маркеров в упаковке разных разных цветов это тоже никогда не помешает и заказала 5 вот таких маркеров просто увидела и захотелось мне попробовать это маркеры одни думаю раз я так люблю спицы одни почему бы мне еще маркеры не взять вот такие маркеры они застегиваются так все застегнулась расстегнулась очень легко оказывается нужно немножко как поднажать и все и она застегивается и кстати держится очень крепко не растянется замочек очень удобный такие сердечки одни пять штук они по моему по 120 тенге штучка вот дальше взяла два счетчика так как я любитель разводить процессы я хочу чтобы в каждой корзинке с процессом лежал свой счетчик и не перекладывайте чтобы потом не перри набирать так как батарейки здесь очень хорошо держатся на этих обычные китайские здесь ничего не написано давайте откроем кстати у меня нет таких цветов нет желтого нет коричневого и как раз мне пришли такие цвета которых у меня нет здесь уже батарейка вставлена то как-то я покупала у нас здесь в магазине счетчики и там батарейка отдельно шла нужно было самому поставить но это несложно конечно и за все время за все годы сколько я пользуюсь этими счетчиками только на одном счетчике у меня села батарейка и вот не знаю уже сколько ему лет первый но кстати имейте ввиду что на такая же точно батарейка есть в обычных зажигалках которые с фонариком идут у меня закончилась когда батарейка ему уже сказала город надо купить батарейку он вытащил из зажигалки и старый которая зажигалка закончилась а фонарик еще работает вытащил эту это эту батарейку сюда поставила все отлично работает на другом на том на котором закончилась так что вот два счетчика они там тоже цену не помню сейчас но помню что дешевле чем у нас здесь магазинах они были поэтому я решила еще парочку взять и последнее это вот такая линейка тоже одни у меня есть конечно обычные линейки так вот гамовский для измерения спиц но здесь по моему они отличаются для того чтобы правильно измерить размер спиц здесь так давайте кстати попробуем здесь как я прочитала нужно чтобы спица вошла в это отверстие и свободно в общем проходила так это я какой номер достал три с половиной смотрим вот три с половиной да вот она проходит сюда 325 уже все она не проходит 375 слишком свободно значит вот номер три с половиной а в гамовских здесь получается что три с половиной она застрянет а в 375 кстати тоже застревает четверку только проходит вот гамовские они не совсем правильно показывают спицы а вот эти получается что до размер совпадает если написано три с половиной ходит три с половиной но это конечно не не самый лучший вариант я выбрала неровные спицы ровные наверное было бы проще проверить и здесь что еще в этой линейке интересное здесь есть нож для обрезки нити так тут кстати от полтора идет до 10 и здесь еще что интересно вот 5 сантиметров можно измерять сколько петель вот так ограничено в пяти сантиметрах 5 сантиметров можно измерять также пишут что можно измерять образец плотность вязания и здесь есть нож для обрезки нити на него нужно нажать и он выходит фиксируется три длины и можно обрезать нить также обратно задвигается все вот так чисто побаловаться я люблю такие всякие штучки они украшают процесс вязания он конечно и так не скучный но я думаю что все вязальщицы меня поймут в общем это было все что я купила что мне подарили большое большое спасибо всем кто поучаствовал в увеличении моих вязальных всяких запасов так не буду сейчас заталкивать уже потом аккуратненько все положу в общем вот таким был мой сентябрь я думаю что совсем неплохой надеюсь что вам не было скучно не вы хорошо провели время большое большое спасибо всем за просмотр и до встречи в моих новых видео что вы говорите почему такие и Продолжение следует...